Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск непростой, он по заявкам, и вы просили, я сделал. Не знаю почему, но 12 человек из моих подписчиков прислали ссылку на одно и то же интервью. Они присылали его в течение последнего полугода, и это интервью интересно тем, что оно было взято 12 августа 2004 года, когда Варк сидел в тюрьме Тронхейма в Норвегии. Возможно, именно поэтому оно так заинтересовало вас. Ну что ж, мне, честно, было тоже очень интересно с ним ознакомиться. И да, оно любопытно и занимательно. Особенно мне порадовал ваш комментарий, типа, мужика, не мог бы ты прочитать нам это интервью своим чарующим голосом? Спасибо, мне очень приятно, но в любом случае, вы просили, я сделал. Поэтому без лишних слов давайте начнем, но не забудьте подписаться, потому что многие из вас смотрят, слушают, но не подписываются. Не надо так. Давайте добьем до 2000 человек до Нового года. Ну что ж, погнали. Когда ты совершил попытку побега из тюрьмы в октябре 2003 года, в норвежских газетах было довольно много публикаций на этот счет. Согласно заявлению твоего адвоката Джона Кристиана Эльдена в газете «Aftens Posten», у тебя не было конкретного плана действий, за исключением желания покинуть Норвегию. И что ты хотел уехать туда, где к тебе не относились бы как к изгою из-за твоего прошлого. По этой причине ты решил вступить во французский легион. Тем не менее, твоих слов по этому поводу пока никто не услышал. Не мог бы ты поведать людям о настоящей причине побега из тюрьмы и о том, что ты собирался делать на самом деле. Никогда не доверяй тому, что говорят СМИ. Это тебе так, для галочки. Их первая задача заключается в распространении пропаганды. Вторичная задача – заработать денег. Они никогда не задумываются о том, что говорят они правду или нет. Что касается причин побега, вы узнаете об этом значительно позже. Я вам обещаю. А как у тебя дела сейчас обстоят в тюрьме? Если есть такая возможность, ты пиши свой обычный день. Что тебе разрешено делать, а что нет? Испытываешь ли ты угрозу со стороны других заключенных и охраны? И вообще, как жизнь, мужик? Нет. Знаешь, мне никто не угрожает. Тюремная система в Норвегии довольно цивилизованная. Ну, в соответствии с мировыми стандартами. И это относится и к заключенным, и к охране. У меня тут почти со всеми нормальные отношения. Но есть, конечно, полные мудаки. Но это везде так бывает. Недавно мне в камеру поставили компьютер, и в будущем году я буду изучать программирование. Кроме этого, ничего особенного не происходит. В моем корпусе мы сидим по 23 часа в одиночной камере и проводим один час во дворе. В камере есть телевизор, и один раз в неделю мы можем сходить в библиотеку. Вот и все, что я могу по большему счету сказать. Все, что я хочу делать, я делаю в своей камере в течение одного часа, что мы проводим каждый день во дворе. Я делаю отжимания, поднимаю, ну, как бутылки с водой и так далее, чтобы поддерживать себя в форме, а также бегаю по двору. Так что я активно занимаюсь спортом. Хорошо, вопрос от N из Франции. Пожалуйста, расскажи о своей семье. Как поживает твоя супруга и дочь? У них все хорошо, и как часто ты их видишь? Ой, опять личные вопросы. Но смотри, мой отец инженер-электронщик, работающий руководителем службы безопасности в одной фирме, а мой брат дипломированный инженер-строитель и работает в администрации одной охранной фирмы. У моей матери сложное образование, так что я не буду его тут перечислять. И она как бы работает в одной крупной нефтяной компании, скажем так, ну, если так скромно. Моя дочь пока учится в начальной школе, и я не часто ее вижу. Если быть точнее, дважды я ее видел, начиная с 93-го года, и фактически никого не видел из своей семьи с октября прошлого года, но только по причине тюремного порядка. После того, как меня перевели в Тронхеймскую тюрьму в прошлом месяце, мне теперь разрешено одно посещение в неделю. У меня хорошее отношение с семьей, хотя моя дочь не очень хорошо меня знает, по вполне понятным причинам. Я же здесь сижу все время. А вот что касается моей супруги, то я не понимаю, о чем ты говоришь. Я никогда не был женат на матери моей дочери, равно как я вообще никогда не был женат ни на ком бы то ни было. И можно сказать, что я до сих пор жду ту принцессу, что спустится с небес прямо ко мне на колени. Ну, или не только на колени. Хорошо, тогда вопрос от Марка из Польши. Почему ты больше всего тоскуешь в тюрьме? Не поверите, вообще ни почему особенному. Я разумный человек и не вижу причин тосковать по вещам, которых у меня нет. Я адаптируюсь к обстановке. Вот как-то так. А когда точно ты выйдешь из тюрьмы? Ой, хочется надеяться, что в августе 2006 года, но я не знаю точно, законы и правила постоянно меняются, так что на самом деле никто этого реально 100% не знает. Хорошо, поговорим о музыке. Множество людей попросило меня отправить тебе следующий вопрос. Почему Бурзум прекратил свое существование и есть ли надежда на его воскрешение в будущем? Ну, что за вопрос? Ну, тому послужило много причин. Прежде всего мне надоело слышать глупые слухи о Бурзуме, и я посчитал, что лучшим способом заставить людей заткнуться будет заявление о том, что Бурзум прекратил свое существование, а потом подождать, пока все о нем забудут. Во-вторых, мне было сложно продолжать находиться в тюрьме. Возможно, я смог записать два электронных альбома, но, образно выражаясь, я не думал, что игра стоила свеч. Остатки вдохновения были добиты глухими слухами относительно Бурзум, и вообще все это глупость, и так или иначе меня это бесит. А в-третьих, я не хотел бы связываться с новыми так называемыми черными металл-группами. Они, как это сказать, приводили меня в замешательство, и мне надоело объяснять людям, с которыми я встречался, или говорю, что я не имею ничего общего с этими людьми, их имиджем и тем, что они делали и делают. На самом деле, мне казалось, что СМИ неверно меня истолковали, и понимал, что причиной всего растущего черного металлического движения была ложь СМИ и нелепое выставление, помимо других, меня. Далее, я был весьма озадачен тем фактом, что мои электронные альбомы позиционировались, как черный металл на полках музыкальных магазинов, или, по крайней мере, мне так говорили. Казалось, что вне зависимости от того, что я делал, люди будут цепляться за мой ошибочный образ, который СМИ создали в 1993 году. Так что, каков был смысл? Но, наконец, я должен сказать, что меня не очень вдохновляло возникновение множества новых групп, появившихся из ниоткуда, и начавших играть ту же самую музыку, что и я. С чего бы они захотели играть такую музыку, когда множество других групп делали то же самое? Насколько я знаю, у них это получалось даже лучше, чем когда-либо у меня. Зачем мне после этого было вообще париться? Нужны ли нам миллионы групп, играющих одинаковую музыку? Достаточно ли одних Paradise Lost, одних Das Ich, одних Evangelis, одних Dead Can Dance, или одних Pink Floyd, одних Iron Maiden и так далее? К чему нам тысячи клонов и копий? Причем сомнительного качества. Я подумал, что если они хотят копировать ранние черно-металлические группы, то меня это вполне устраивает. Я могу заняться чем-то другим и пошел своей дорогой. Если надежда на воскрешение в будущем, если я выпущу еще один альбом, он будет совершенно иным. Если он будет звучать так же, как любая другая группа, я не буду заморачиваться. Пока что у меня есть, ну, лишь несколько новых песен, но я полагаю, что напишу больше материала в будущем. Хорошо, тогда вопрос от Карлис из Венспилса, Латвия. Если тебе разрешают слушать музыку, то какую музыку ты обычно слушаешь? Если бы я мог слушать музыку, я бы слушал Das Ich, Чайковского, особенно Щелкунчика и Лебединое озеро, и другую классическую музыку. Ну, наверное, Dead Can Dance я бы послушал, The Upsala Jester's и... Ну, не знаю, различную House и Rave-музыку, Жанна Мишеля Жара, Evangelis, Kraftwerk, русскую народную музыку, мне она очень нравится, также мне нравятся старые немецкие и советские марши, немного оперы, и, возможно, немного метал-музыки, с которой я связан эмоционально, вроде Paradise Lost и, конечно же, родной Бурзум. Хорошо, вот скажи, в последние годы появилось очень много так называемых NSBM, национал-социалистических черных метал-групп, которые, ну, как-то сказать, основывают свои идеологии и музыку с националистическими, нацистскими, языческими и арийскими идеями. Что ты о них думаешь? Знаешь, это как-то все очень семантично, я не очень много о них знаю, но я знаю то, что, по крайней мере, эти парни имеют мужество быть иными и политкорректными, в отличие от мягкотелых позер-групп на черной метал-сцене. По крайней мере, у NSBM есть цель, в отличие от тупоголовых позиций, типа секс, наркотики, рок-н-ролл, присущих основной метал-сцене. Ну вот, смотри, в процессе ходит много слухов о новом альбоме под названием Sork, который ты недавно записал в тюрьме. Это правда или нет? Хождение подобных слухов и заставило меня прекратить существование Бурзума, я никогда не записывал альбом под названием Sork. Хорошо, тогда другой слух заключается в том, что гитары и барабаны для философов были записаны Фенризом и Ноктюрна Культа из Дарктрон. Можешь опровернуть или согласиться с этим? О, боже ты мой, кто только придумывает эти слухи. С какой стати Фенризу и Ноктюрна Культа играть на ударных и гитарах для философов? Альбом был записан в марте 93-го года в Бергене и все было сыграно лично мной. Я даже самостоятельно принес все инструменты в студию и записал альбом в одиночестве и это было потрясно. Окей, спасибо за ответ. Тогда, кстати, о философов. Однажды ты упомянул, что никогда не слышал окончательной версии альбома. Неужели тебе до сих пор не удалось его послушать хотя бы ради интереса? Ну, насколько я помню, мне надоело отвечать на вопросы по поводу того, что я думал о том или ином альбоме, так что однажды я просто выбрал легкий путь и ответил, что никогда не слышал CD-версию или что-то вроде того. Так что я не мог ответить на его вопрос. Видимо, варк под ним подразумевал человека, задавшего вопрос. Но это как примечание редактора. Конечно, это был глупый ответ, потому что между окончательной версией записи после мастеринга и оригинальным CD вряд ли есть разница, но я ответил ему так, потому что мне надоели подобные вопросы и надеялся, что он и другие поймут это и перестанут посылать мне такие вопросы. У меня был окончательный мастеринговый альбом на кассетах в камере, но не на CD. Так что на самом деле я мог как следует ответить на этот вопрос, если бы хотел, но не стал париться. Видимо, мои глупые ответы иногда порождают такие же глупые слухи. Ну и по делу мне. Вопросы от Петра Вишниковой из Санкт-Петербурга. Россия. Когда ты прекратил исполнять метал-музыку, то объявил это и объяснил это тем, что она берет свои корни в негритянской музыке. Именно поэтому два последних альбома Бурзума были сыграны на синтезаторе. Однако синтезатор был изобретен в Санкт-Петербурге, России, евреем и львом термином в 1920 году. И первый синтезатор назывался термин вокс, голос термина. Как бы ты это прокомментировал? Какие интересные вопросы из России приходят. Сравнение инструмента с музыкальной, культурной, такой составляющей представляется мне странным. Это походит на сравнение букв с языками. Я могу использовать латинские буквы, когда пишу по-русски, и это все равно будет русским, не так ли? Но если я пишу на другом языке русскими буквами, то это уже будет никак не русский. Понимаешь мою мысль? По-прежнему русский, хотя я использовал латинские буквы. Да, очень плохой русский, как мне кажется, но ты должен понять мою мысль. Так что если я использую инструмент, изобретенный евреем для исполнения европейской музыки, музыка все равно будет европейской. По этой же причине эти ответы не американские, даже если я использую американское изобретение. персональный компьютер, когда отвечает на этот вопрос, правильно? И я в состоянии увидеть связь между классической и некоторой метал-музыкой. Но моим главным возражением было и есть то, что культура, ну шагающая по пятам метал-музыки, является негритянской. Метал-хеды склонны к тому, чтобы вести себя как кучка так называемых белых ниггеров с их культурой секс-наркотики и рок-н-ролл. Ну по-моему это вообще бешенство какое-то. Хорошо. Тогда давай поговорим о твоем мировоззрении. Чем ты сейчас занимаешься? Написал ли за последнее время новые книги, буклеты или статьи? Публикуешься ли в журналах? И ты по-прежнему проводишь исследования в области европейской и арийской мифологии и истории? Да, я по-прежнему читаю книги, чтобы расширить свой кругозор. Я очень люблю читать и за последнее время я написал немного статей. На самом деле одно в прошлом году, то, что я выслал тебе несколько недель назад касающиеся книги Князья Хаоса. И в последние года три я был сильно изолирован по разным причинам. Я находился не в тех условиях, чтобы писать много книг и статей или делать еще что-нибудь по-настоящему осознанное. Да, я написал несколько книг с 98-го года, но некоторые из них не стоит публиковать, другие будут включены в последующие работы после того, как они будут переведены на английский язык. Теоретически первая книга будет издана в начале следующего года, которая, кстати говоря, будет на английском. Ты узнаешь об этом позднее, но самым первым обещаю. В настоящее время ты не являешься членом ВЯФ Всегерманского языческого фронта, не так ли? Но вот как так вышло, что ты покинул ВЯФ? Почему ты решил это сделать? Тебя заставили или это было твое добровольное осознанное решение? НЯФ, норвежский языческий фронт, преследовался в Норвегии антифашистскими организациями типа Антифа и Монитор, которые неоднократно писали, что НЯФ не о нацистской организации, что их лидер Варквикернес и так далее. Даже когда НЯФ заявил им, что Варквикернес не лидер НЯФ или ВЯФ, они продолжали в том же духе. Тайная полиция неустанно утверждала, что я был лидером НЯФ, даже когда они взяли интервью одного из парней из НЯФ, так как он пытался получить разрешение на ношение 10-миллиметрового пистолета. Он сказал им, что я не был никогда лидером, и... но они его проигнорировали, и вместо того, чтобы проверить, ну, просто поверили ему и все, через некоторое время я понял... Точнее, не поверили ему. Через некоторое время я понял, что будет интересно увидеть, что будут делать эти люди, если они будут членом НЯФ, будут ли они впредь называть меня лидером. Не имело значения, был я членом или нет, так как я был в тюрьме, и у меня не было возможности участвовать ни в одной из их экспедиций, в старые горные форты, или, во всяком случае, чем-то подобным. По этой причине я покинул ВЯФ и НЯФ, чтобы посмотреть, как поведут себя идиоты из Антифа-монитор и тайны полиции. Я практически никогда не был членом, так что парни из НЯФ не видели разницы, на самом деле, я не встречался и с половиной из них. Если я захочу писать статьи для их журнала, я в любом случае смогу это сделать, являясь я членом НЯФ-ВЯФ или нет. ВЯФ и НЯФ никогда не просили меня уйти, и между нами так или иначе нет взаимных претензий. Я просто вышел из рядов по вышеуказанным причинам. И снова вопрос из России. Вопрос от Елены из Петропавловска-Камчатского. Какие книги ты сейчас читаешь? Как и откуда ты их достаешь? Ну, в настоящий момент я читаю «Сквозь стену света» Бента Мюллера и «Истории Европы» Карстена Элнеса. Не могу порекомендовать ни одну из них кому бы то ни было. И книга Элнеса, как и другие его книги, довольно скверная. Его рассуждения столь политкорректны, невежественны и скучны, что трудно не уснуть. Другую я только начал, но она также мне кажется интересной. Мы можем посещать библиотеку один раз в неделю и просить библиотекаря заказать книги из других библиотек в Норвегии. Кроме того, я иногда получаю книги от моей любезной мамы, которая является членом Клуба Книголюбов. Ну, или от друзей. А ты когда-нибудь читал книгу Велеса? Что ты о ней думаешь? Нет, не читал, но я читал рецензию с Верда в норвежском журнале и в общем хотел бы я почитать эту книгу. Думаю, да. Проблема в том, что я пока не нашел ее ни в одной библиотеке Норвегии, но по некоторой сверхъестественной причине у меня в последнее время также проблемы с поиском книг по греческой мифологии. Не знаю, почему их просто нет. Хорошо, вопрос от Свентевита из Косицы, Словакии. А что ты думаешь о славянских, восточноевропейских народах и их возможном будущем вместе в Европе? Возможное место восточноевропейских народов в Европе? Ну, разве когда-нибудь у восточноевропейских народов не было места в Европе? Или ты имеешь в виду Европейский Союз? Если ты имеешь в виду ЕС, то я могу сказать, что негативно к нему отношусь и никогда никому не посоветовал бы вступать в этот насквозь коррумпированный, прогнивший в высшей степени бюрократический, преимущественно каталистический и крайне хаотичный союз. В любом случае, я в целом хорошо отношусь к восточноевропейским народам, как к славянским, так и к балтийским, и могу добавить, что гораздо лучше отношусь к восточной Европе, чем в западной и южной. Например, в Литве гораздо больше исконных европейских культурных наследий, чем в западной и южных Европы вместе взятых. Хорошо, тогда скажи, так как я из России, мне интересно знать твои мнения относительно русских и наших соседей, украинцев и белорусов. Насколько мне известно, Украина означает что-то вроде Украя, а Белоруссия, конечно же, означает Белая Россия, так как там больше белокурух людей, чем на остальных территориях России, так что для меня вы практически одно и то же. Я думаю, как и для всех в Европе, это уже какие-то политические херни, так же, как и в целом одинаковые датчане, шведы и норвежцы. И это должно звучать как комплимент всем этим нациям, так как я очень хорошо отношусь к русским и вообще отношусь хорошо к русской скандинавской культуре и к людям. Русские женщины красивы, русская музыка великолепна, их история, нам известно, что русские непокорны, сильны и горды народ, ну, собственно, как и мы. Я думаю, мы братья, и этого от нас не отнять, только идиот может это отрицать. Вопрос от Дурбварг из России. Согласен ли ты с тем, что русские произошли от древних скандинавов, варягов, так как слово «Россия» происходит от названия племен Россов? Не означает ли это, что германские, скандинавские и русские языческие боги одинаковы, но известны под разными именами? Ну, все европейские языческие боги одинаковы, мы просто называем их по-разному, например, Сварог, Уран, Воттон и Один, или Перун, Зевс, Юпитер, Донор и Тор и так далее. Это небольшое различие в разных частях Европы, но в целом боги одинаковы и первоначально они были идентичны, например, как наши индоевропейские языки. И безусловно, в жилах многих русских течет скандинавская кровь и наоборот. Но я не думаю, что тот факт, что множество скандинавов, в основном шведов, обосновалось в России, Украине, Белоруссии, в эру викингов, имеет что-либо общее с тем, что у нас общеязычные боги. Ошибочно полагать, что у русских не было языческой веры и культуры до того, как скандинавы пришли на ваши земли. Как я уже сказал, выше у всех коренных племен Европы была общая языческая религия. И подобно развитию наших языков на протяжении времен развивалось наше язычество. Хорошо, еще один вопрос от него же, из России. Европейские народы произошли от гипербореев. А как ты думаешь, откуда произошли гипербореи? Ну, я бы вообще не стал использовать термин гипербореи, но думаю, что это не имеет вообще значения. По полной понятным причинам я не могу сказать наверняка, но мне кажется, что гипербореи, если придерживаться твоего термина, прибыли из Атлантиды в Европу, когда Атлантида покрылась с льдами приблизительно 80 тысяч лет назад. Руины Атлантиды, скорее всего, лежат подо льдами Антарктиды. Ну, таким образом, она потонула в море льда, и стихийное бедствие вынудило гипербореи переместиться в другие части света. Одни земли, в которых они поселились, были необитаемы, другие были населены другими расами. Некоторые племена ассимилировались другими прибывавшими и превышавшими по численности расами, как, например, в Америке около 10-20 тысяч лет назад. Другие вымерли, и единственное оставшееся нескверненное племя обосновалось Европе. От этого племени происходят все европейские, ну, то есть белые народы. И я имею в виду именно это племя, когда говорю о том, что в прошлом у нас был единый язык и религия. Окей, а вот скажи, согласно данным современных исследований, древние арии пришли в Индию с территории Северного Урала и принесли свою веру, позднее названную индуизмом. Далее они двинулись на запад и обосновались в Европе, в Северной Африке. Не видишь ли ты тесную связь между индуизмом, буддизмом и германо-скандинавской верой? Какой-то странный вопрос. Нет, вообще не вижу. И я должен сказать, что теория относительно индоевропейского вторжения в Европу весьма сомнительна. Она не доказана. И да, арийцы были народом, что прибыл в долину Инда. У них было европейское происхождение и они привнесли свою культуру в долину Инда и через некоторое время они ассимилировались с превышавшим по численности местным населением, после чего их высокоразвитая культура пришла в упадок. Иначе говоря, арийская премия исчезла из-за расового кровосмешения. До сих пор можно наблюдать, что в высшей касте, ну, что, кстати, означает цвет, чтобы не знали слова каста, есть остатки арийской крови, так как в этой касте иногда еще рождаются дети с голубыми глазами и белокруми волосами. То, о чем ты говоришь, называется теорией миграции индоевропейцев или арийцев в Европу на распространение бронзового оружия, точнее, распространение особых бронзовых топоров, боевых топоров. Это могло бы звучать разумно, но на самом деле это ерунда. Не было никакого вторжения в Европу арийцами, то, что нам известно, было распространением технологии обработки бронзы, которую переняли все европейские остальные арийские народы. А теория народного боевого топора и их вторжения в Европу около 4000 лет назад в действительности очень глупа. Для сравнения можно взять распространенный термин о развитии феодализма в Средневековье и очевидно, что тогда это также было не вторжение другого племени, а распространением нового способа социальной организации. Так же, как распространение Microsoft по всему миру произошло неблагодаря тому, что некоторое американское племя завоевало землю в 1980-90-х годах. Как могут подумать будущие археологи, используя ту же логику при попытке объяснить случившееся, когда все европейские племена внезапно начали производить изделия из бронзы. Археология очень неточная наука и очень часто ее выводы крайне безграмотны. Хорошо, а тогда на чем основано твое современное политическое мировоззрение? Ты будешь смеяться, но на интуиции. Хорошо, тогда вопрос от Тетсура из Японии. Что ты думаешь о современном мусульманском терроризме? О, Япония? Интересно, где меня слушают? Вообще сложно сказать. По этому поводу так много мнений. С одной стороны, думаю, многие со мной согласятся. Если я скажу, что посеешь, то и пожнешь. Терроризм, с которым сегодня столкнулось США, ничто по сравнению с ужасными бомбардировками, которыми они подвергали Германию и Японию во времена последней мировой войны. И они целились в мирное население. Ну, так же, как и мусульманские террористы. Разница лишь в том, что США были, вне всякого сомнения, более искусны и опытны в массовом убийстве гражданского населения, о чем эти полотенцеголовые вообще могут мечтать. С другой стороны, кем возомнили себя эти мусульмане? Их выживание, на самом деле, зависит от благосклонности так называемого западного мира. Они должны быть счастливы, что западный мир не решил стереть их с лица земли. И учитывая такую возможность, провоцировать США террором. Не самая лучшая идея. Это случится не так, как бы искоренены народы прежде. Например, коренные американцы. Уже сейчас мы видим людей, которые утверждают, что мы должны подвергнуть ковровой бомбардировке Мекку. И каждый раз, когда один из этих мусульман пукнет не в ту сторону, мы должны их бомбануть. Мы также видим людей, которые утверждают, что мы должны разрешить Израилю делать там то, что они хотят. Какое нам дело, что с ними происходит, когда эти мусульмане угрожают жизнью наших детей? У арабов нет никаких прав на эту территорию. Во всяком случае, Месопотамская, Вавилонская, Египетская и Ассирийская культуры были созданы не арабами. Арабы пришли на эти территории из Саудовской Аравии в 7 веке. То есть, на сотни лет позже, чем последняя из вышеназванных древних культур пришла в упадок. По крайней мере, у израильтян есть исторические права на эту территорию. И даже я это понимаю, именование арабов палестинцами дело не меняет. И проблема террора не в угрозе от террора, а в том, как на него реагирует правительство западного мира. Они используют его как предлог для подавления собственных граждан посредством всестороннего надзора и прочих мер безопасности. Они ставят рамки. И по существу они строят полицейское государство, где свободы граждан заметно ограничены. Что они должны сделать? Так это окончательно устранить угрозу террора, выкинув всех этих мусульман и спрашиваются, что они вообще здесь делают. Что ж, я скажу тебе, что они здесь делают. Они внедряют свою религию. Ислам империалистическая религия, и они понимают, что единственным способом добиться мирового господства заключается в массовом переселении их последователей в цивилизованные, могущественные, богатые страны. Они размножаются как крысы, и если мы позволим им остаться, то это будет лишь вопрос времени, пока они станут большинством. И когда это произойдет, им не нужна будет военная сила, чтобы заполнить и заполучить власть. Наша слабая и терпеливая демократия подтверждает это. В ОСЛ уже 40% детей такие иммигранты. И в моем параноидальном сознании складывается мысль, что кто-то позволяет этим мусульманам приехать сюда только потому, что они образно выражаясь хотят держать нас в заложниках. Опасался бы кто-нибудь мусульманского террора, если бы этих мусульман не было в наших странах. Конечно же нет. Они угроза только потому, что живут среди нас. Ну и кому это выгодно? Конечно же Израилю, поскольку все больше людей из нас склонны ну позволить израильтянам делать там, что они хотят, поскольку мы боимся или устаем от мусульманских подонков. Ну, как всегда, я прибегаю к весьма дипломатичным терминам, скажем так. И кроме того, это выгодно правителям западного мира. У них есть возможность сохранить свою власть, подавить оппозицию и каждого, кто не согласен с ними, используя угрозу от террора в качестве оправдания. И у них это клево получается. Так что современный мусульманский терроризм это афера. И мы можем и дальше как-то пытаться и мы должны решить эту проблему. Выкинув всех этих мусульман из наших стран и пустить им пулю у затылок, если они не захотят сделать это добровольно. Ну, или если они не поторопятся. Если мы захотим, то всегда можем взять, что захотим. Например, нефть у этих ничтожеств, как сделала Япония в 1941 году в Индонезии, недавно США, в Ираке. Что они собираются сделать в ответ? Кидать в нас камни? Они могут сопротивляться только если мы им позволим. Позвоним. Позволим, извините. Понимай это как хочешь. Когда мы это сделаем, нам необходимо будет также выдворить турков из Европы, отдать землю обратно грекам. И вы не подумайте, что это подстрекательство к войне, просто, ну, это как бы мое вот такое вот мнение. Я знаю, что его мало кто разделяет, но это факт. Ну, нифига себе, ты выдал мужик. Хорошо, тогда вопрос от Герта Педерсона и его друга из Йосбюрга, Дания. Каким ты видишь современное скандинавское общество? Если бы ты мог, что бы ты изменил? Современное скандинавское общество? Ох, оно порядком загрязнено, это точно, но все проблемы в основном из-за неевропейских эмигрантов. Об этом можно так много говорить. Я, признаться, даже не знаю, с чего начать. Что касается того, что бы я изменил, то могу сказать, что я хотел бы, чтобы Дания и Швеция вышли из Европейского Союза. По иронии судьбы, с некоторых пор датское и шведское население согласны со мной в данном вопросе, но они по-прежнему являются членами. Ну, и тоже касается, на самом деле, демократии. Три скандинавские страны должны просто-напросто стать единой Скандинавией. У Норвегии есть нефть и рыба, у Швеции есть передовая технология, индустрия и наука, а у Дании есть, простите за невежество, но что у вас? Ну, в общем, в любом случае, единая Скандинавия была бы воплощением надежд. Вот. И много чего необходимо изменить, если мы хотим сохранить нашу цивилизацию. Прежде всего, нам необходимо избавиться ото всех неевропейских эмигрантов. У меня нет намерения оскорбить южных европейцев, но посмотрите, к чему их привело расовое смешение. Если бы не расовое смешение и христианство, Греция, например, до сих пор бы являла миру выдающихся философов и великолепную культуру. Что от этого осталось сегодня? Нам даже трудно найти работающий туалет, так как много преступности, что любой нормальный скандинав упадет от изумления со стула. Если ему кто-нибудь скажет, насколько там плохо, и нам всем известно, какое благое турецкое наследие также досталось остальной территории, Балкан. Я бы не назвал этот район самым гармоничным в мире. Так что, прежде всего, нам нужна только европейская скандинавия. Европейская кровь и европейская, например, языческая религия. Когда это будет достигнуто, нам не придется решать многие другие проблемы и распаляться. Оставшиеся проблемы будут естественны и легкорешаемы. И вдобавок к вышесказанному могу сказать, что по сравнению с остальным миром скандинавия рай. Даже сегодня. Подобно Западной Европе у нас хорошая экономика и подобно Восточной Европе у нас богатая и сильная европейская культура и очень красивые девушки. Хорошо, еще пару вопросов буквально о будущем. Вопрос от Зольтана Факета из Венгрии. Не планируешь ли ты в будущем написать мемуары о прошлом, о годах в тюрьме и о будущем? Скажу просто. Возможно. Я знаю, что ты весьма вдохновлен европейской и славянской народной музыкой. Нет ли у тебя в планах написания подобной музыки и издания в будущем? Или, возможно, у тебя уже была возможность написать новый материал в подобном ключе? Что ж, я написал некоторый новый материал, но это не фольклорная музыка и я не планирую писать фольклорную музыку. Мне нравится такая музыка, но я почему-то не вижу причин для того, чтобы самому исполнять музыку такие композиции. Если я что-то делаю, то это должно быть что-то особенное, что-то, чего я не услышу от любой другой группы, ну, если ты понимаешь, что я имею в виду. Не думаю, что я могу привнести что-либо фольклорную музыку, у нее и так все в порядке и без меня. С этим связана проблема в Black Metal. Если бы все эти парни, что играют в группах, довольствовались прослушиванием Black Metal вместо того, чтобы также создавать собственные группы, почему всем обязательно надо играть самим? Неужели недостаточно просто слушать музыку? Если ты не можешь сделать что-то отличное от других, нет смысла писать музыку. Ну, по крайней мере, я так думаю. Окей, а какие у тебя планы на ближайшее будущее? Не считая компьютерного программирования, перевода книг и прочих подобных вещей, я планирую купить небольшую ферму где-нибудь в Норвегии и жить там, когда выйду на свободу, надеюсь, годика через два. Таким образом, у меня будет место, где я смогу писать книги, сочинить музыку, если захочу, наслаждаться природой, ведь природа прекрасна, и достичь тишины и покоя. Я люблю ручной труд, так что поддержание дома и подобные вещи по мне, жить в целом здоровой жизнью. Не мог весь что, как мне кажется, но мне нравится. Если кто-нибудь захочет лично тебя о чем-нибудь спросить, как ему с тобой связаться? Что ж, если кто-нибудь захочет спросить меня лично о чем-либо, то он, она может написать мне письмо по адресу, и здесь оказан адрес тюрьмы. Но имейте ввиду, что я отвечаю только на серьезные письма. Если начинается со слов Hail Satan, или вроде того, то сразу же оказывается в мусорном ведре, до того, как я их прочту. И я надеюсь, что если у кого-то есть ко мне вопросы, они могут попросить тебе прислать их мне, но это уже на твое смотрение. Кстати, что ты подразумеваешь под личными вопросами? Мне казалось, что некоторые из этих вопросов были так или иначе личными. Что ж, вот такое интервью. Вы просили, согласитесь, очень интересно. Варк очень образованный человек, очень эрудированный и очень интересный. С ним очень интересно общаться. Как вы думаете, может мне написать ему тоже? Потому что есть прямая связь с ним вообще как бы без проблем. Если вы хотите задать какой-то вопрос Варгу, напишите. Давайте сформируем одно целиковое письмо и отправим ему. Быть может, старина викарнес ответит. Почему бы и нет? Что ж, берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и до новых встреч. Всем пока. Не забудьте подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok